приветствую ребят сегодня у нас чем у нас сегодня 15 03 22 года вот купил я сегодня наушники значит вот такие сенхайзер hd 599 такая коробочка запаковано еще не открывал купил я их в сити линке магазин обычно я приобретаю что-то если что-то из техники из какой-то я в основном в днс затариваюсь но вот пошел смотреть на сайты различные различную технику различные наушники пошел искать просто чтобы куда-то объясню сразу то есть мне наушники особо не особо были нужны скажем у меня есть довольно хорошие дешевенькие кгшки но они очень хорошие по звуку но так получилось что вот деньги которые я допустим копил какие-то сбережения на велосипед на еще один из-за путина сейчас из-за его войны эти деньги обесцениваются и превращаются фантики и допустим если я к пример мог велосипед этот уже купить наверное если мне то вот не вот эти вот события все то сейчас цены так сильно поднялись что те накопленные деньги не обесценились и за эти деньги уже ничего не купить абсолютно тем более эти страны ввели санкции за путинской войны и уже не получается технику достать тупо велосипед нет возможности купить их нет в наличии и а те которые есть они по совершенно бешеным ценам не то что хочется не то что изначально хотел не то на что я изначально деньги копил не то что хочется и совершенно дорого типа вообще цены поднялись чуть ли не в два раза там с лишним вот поэтому приходится как-то вкладывать деньги во что-то вот типа наушников еще куда-то чтобы вот какая-то бытовая техника была как бы сохранить бабки хотя бы в этом потому что они с каждым днем как фантики все рубль все дешевле 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 товары все дороже 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 ну вот такое решение принял что вот нужно одни и вторые и третьи наушники там купить какие-то ну например это так сказать вклад заморозить деньги таким образом аккуратно с ними обращаться если что и потом можно вторичном рынке продать как бы это такое вкратце пояснительное вступление чтобы было понятно я доволен своими наушниками а кг они стоят две с половиной тысячи рублей у них реально классный звук я не планировал покупать сенхайзер очень хотелось именно вот эту модель очень хотелось но я копил на велосипед но теперь нет возможности такой ладно не будем о грустном давайте о вкусном как говорится обычно я затариваюсь в днс бытовой техникой какой-либо вообще но у них уже цена просто космическая 15 тысяч рублей за сенхайзер они хотят вот за эти когда-то они там стоили десятку до войны я такой ваху и что типа за нахер вообще с ума сошли стал искать еще какие-то возможности купить подешевле нашел магазин city link я почему-то всегда полагал что city link он всегда дороже днс почему-то вот у меня ну какие-то компьютерные комплектующие в city link я причипал не предпочитал никогда не заказывать когда собирал людям компьютеры потому что ну city link и дороже по факту а тут захожу на сайт смотрю у них наушники 13 тысяч 13 200 ну типа на две тысячи дешевле чем в днс и почему бы не купить приехал оплатил и сразу же купил на месте наушники читал я про них очень много отзывов кто-то их нахваливает кто-то их материт на чем свет стоит типу купил в три дорога там ну когда они с десятку стоили люди горда не больше типа трех тысяч не стоит не берите а вот мы сейчас посмотрим стоит ли доверять отзывам негативным либо стоит доверять восхищенным и позитивным я думаю правда где-то посередине будет да коробка слегка слегка краской прям какая классная коробочка слушай я думал они в пленки в какой-то будут нет лежат знаете когда купил эти наушники я не чувствовал какого-то прилива знаете радости чего-то такого вообще не ощущал просто не ощущал я шел из магазина абсолютно спокоен как удав но потому что не хотелось на все таки наушники хотелось велосипед но сейчас есть какое-то такое легкое чувство такой какой-то вот предвкушение предвкушение так здесь коробочка в коробочке что это инструкция вот мы даже распаковывать не будем либо нахрена еще идет переходник позолоченный вот такой слегка переходничок на 6 миллиметров на три с половиной идет силикогель силиконка чтобы впитывать влагу какую-то чтобы наушники не плесневели ой провод и наушники вытаскивайся давай боли конфета слушай странно меня единственно что вот как-то это удивляет что они без пленки без всякой вообще то есть их не в пакетике ничего не ни в чем как бы просто без всего наушники прикольно не воняют ничем практически только вот этим вот там поролоном черненьким попахивает они слегка совсем-совсем слегка есть только носом не ксовать тогда принюхиваться пакетик открываем ну-ка что тут два кабеля идет один кабель длинный хрен знает насколько метров метра на 3 наверное стяжки здесь на липучка но все прям как надо да кабель длиннющий метра на 3 вероятно здесь он прям такой основательный снатпищен хайзер тут везде всякие значки у него здесь выемки на кабелях на этих и обычный провод наверное можно будет ставить кстати здесь не три с половиной миниджек здесь и маленькая пипирка как и в жб или здесь два с половиной один к другому наверно тоже подойдет жбельки кабель до обычным кабелем здесь их не подключишь конечно это минус к ним придется где-то с алиэкспресса заказывать провод случись еще вот он вставляется и то ли поворачивается то ли то ли ничего не надо то ли просто вставляется я чуть даже не понял не буду крутить очку и сломать их ой поролонка здесь искусственный дермантин какой-то странно только то что здесь велюрка здесь дермантинка лучше бы сюда тоже наверх велюр засунули под низ типа здесь кожзам а здесь велюрку здорово смотрелось побогаче цвет такой слоновой кости но по крайней мере так называется маркетинг вот сам этих сенхайзеров так называется цвет слоновой кости но кстати сделано прикольно знаете что я заметил здесь резиночки установлены вот эти вот черненькие вот это резиночки для того чтобы чаша наушников не хлопала по пластмассе здесь прокладочки резиночки стоят то есть они даже вот эти нюансы предусмотрели антамбишура замятая здесь но ничего надо их тестировать быстрее слушать уже не терпится вот на левой чаше наушников есть три точки чтобы на ощупь можно было определить что это левая чаша и внутри самих чашек как это не странно блин даже не знаю как показать и внутри самих чаш наушников есть вот такие вот выступы я не знаю для чего они сделаны эти выступы но они на обеих чашек есть зачем-то они нужны это какое-то может быть акустическое сопротивление или или здесь сеточка металлическая это открытые наушники звук должен быть просто шикарный панорамка такая все дела цвет очень красивый такой нежно-нежно бежевый цвет слоновой кости называется офигеть да ребят шнур тут длиннющий если так посмотреть то шнура хватит у меня к усилителю и до кровати прям без удлинителя шнура будет прямо достаточно этого всего а вот и переходник идет с большого джека можно в телефон вставлять но правда вот такое вот появляется огромное чучело вот это вот изначально как во всех профессиональных наушниках здесь вот такой толстый джек их можно взвешивать слушай че додумался а а ну-ка давай 210 короче грамма кгшки сенхайзер так ну-ка батарейка 265 грамм сенхайзеры и все-таки далеко ходить не будем но возьмем и сравним с джи биэлями самый тяжелый должен быть нет слушай сенхайзеры тяжелее джебель 10 25 грамм первое одевание так первое одевание не удалось они коротенькие их надо выдвигать вот эти вот места они вообще не внушают доверия они чисто пластмассовые какие-то довольно тоненькие у джи бели в этих местах конечно наушники ломаются регулярно если смотреть по отзывам да и лично у меня вон джи белька сломались и пришлось клеить именно вот в этих местах там тоже пластмасса здесь не металла ничего никакого нет то есть это чисто просто пластмасса регулируются они очень мягко такое ощущение что они могут тупо вываливаться и потом на голове не будут сидеть в общем есть какие-то такие подозрения что с этими наушниками нужно настолько нежно обращаться что раз их уронишь и потом сам себя пинать будешь под жопу ну очень легко они выскакивают из пазов надо еще побольше подстричь надо чтоб так можно даже еще чуть-чуть да ну нифига себе я не думал что у меня такая большая голова что они о участком for у ого-го-го прикольно знаете что кайф то весь в чем блин я забыл каково это иметь открытые наушники у меня есть пионеры валяются но они так далеко валяются же их не достать старенькие пионеры они были открытые и я в них снимал видосы и все мне было по кайфу а когда вы кг снимаешь а кг это наушники закрытого типа здесь нет сеточки и в итоге ты себя хуже гораздо слышишь что ты говоришь и ты не слышишь точно интонацию тембр голоса не слышишь громкость голоса ты не слышишь в закрытых наушниках и зачастую на стриме но это может не очень звучать честно говоря для зрителя каких-то моментах а ты когда себя слы и когда себя еще не слышишь ты как в бочке сидишь говоришь и там за пять за шесть часов стрима ты аж устаешь от этого конкретно бубнешь заткните пальцы ушами вот и поговорить и вот приблизительно вот такая вот акустическая создается камера вот на протяжении шести часов ты сидишь и и лава бава блять очень бьет как по ушам давит а здесь наушники с сеткой они открыты и я слышу что происходит в комнате вообще все слышь они как удобно сидят я то думал короче что эти наушники мега удобные я думал что это они мега удобные типа но а кг но не кайф их одеваешь и кайф они вообще кайф одеваешь дебели такой нет же бель сразу нет вот их одеваешь глухня такая как танки их одеваешь и вообще не кайф вообще не кайф сразу неудобно Чувствуешь, что вот они сидят Ты их ощущаешь просто Кайф наушников, ты их ощущаешь Кайфа нет А когда одеваешь, они такие невесомые Блин, вот эти наушники Одеваешь, они не давят Я не знаю, каким образом они держатся на голове Они АКГшки тоже очень мягкие, но они все равно Как-то ощущаются на голове Эти на 40 грамм больше Вот эти вот наушники, но Они дико комфортные Просто Я знаете, слышал определение к этим наушникам Домашние тапочки Я слышал такое определение, причем не от одного Человека, потому что я обзоров целую кучу Пересмотрел вот пару дней И люди говорят, типа, о Да это же как домашние тапочки, говорят про эти наушники И сейчас одевая их Я прекрасно понимаю, что к чему Это, блядь, это да, это домашние тапки То есть ты одел, тебе в них комфортно и удобно Ты их не замечаешь, в них можно Тупо сидеть часами в этих наушниках Слышно вот, ну все Ну да, минус открытых наушников в том, что все будут слышать, что ты слушаешь А в закрытых наушниках только на большой громкости слышно, что из них играет Открытые такие наушники ты, естественно, в транспорт собой куда-то не возьмешь Да и дома ночью с открытыми дверями не посидишь, если у тебя там родственники какие-то рядом Или еще что Вы знаете, я его даже распаковывать, этот мини кабель не буду Просто с одной стороны здесь 3,5 мини джек С другой стороны 2,5 мини джек в наушник Все, метр полтора, он может быть метр двадцать Он тупо для смартфонов, вот, ну, для короткой базы, вот, типа в наушник, в карман, туда-сюда, вот Мне он не нужен абсолютно, пусть он валяется, я не буду им пользоваться Вот я буду этим длинным шнуром Бля, я хочу их быстрее включить, ребят Я здесь, естественно, я сделаю сравнительный тест Я к этому микрофону приложу JBL на одном и том же треке Приложу ОКГшки и, естественно, вот эти Сенхайзер И вы с вами можете услышать, ну, не то чтобы качество Вы сами сможете услышать характер звучания наушников Ой Что я могу сказать? Я, когда их купил, я шел из магазина такой, ну, купил и купил Я стоял, знаете, на остановке Но раньше как было? Такой купил, о, быстрее Я бы не вытерпел, я бы в магазине их подключил к смартфону и стал бы уже там слушать музыку И домой бы шел, блядь, с этими наушниками, понимаете, на ушах Слушал бы музыку с телефона А тут я на остановке автобуса жду, стою, пакетинг наушников Я спокойно, абсолютно, вот, никакой радости, ничего Просто, как будто, вот, за яйцами в магазин сходил или за молоком Ну, тупо, ну, просто, ну, взял и взял Вообще похер, блядь, понимаете? А вот сейчас какое-то, вот это есть что-то такое ощущение, что Нет радости от покупки, нет Но вот есть какое-то ощущение, что Блин, ну, вещь Ну, ну, хорошо Вот что-то такое, вот, вещь какая-то качественная У меня еще никогда не было таких дорогих наушников Но вот у меня самые дорогие, это JBL Они 4 тысячи стоили На момент покупки я их в РБТ брал 4 тысячи несколько лет назад Но я толком их и не слушал, эти наушники Потому что я изначально сразу был разочарован звуком Го Втыкаем Ой, как, как он входит мягко, он так Серьезно Обычно у меня есть вход, этот толстый джек Он такой со скрипом А этот мягко вошел Так, ну что, понеслась Ой, я что-то сейчас, что я сейчас кайфанул Да Сейчас у меня жопа сгорит, когда выяснится, что они играют Блин, не лучше, чем ЭКГ Если действительно так произойдет Я не пойму, на что я потратил Да, кстати 13 тысяч я уже сказал Не пойму, на что я потратил 13 тысяч Если они играют Я хочу их сперва на Земфире проверить сейчас Я просто помню, там вот у Земфиры трек Начинается очень так круто, красиво Барабаны так звучат, сочно, мягко, офигенно Не может быть Блять, играет одно ухо Прикиньте, вот это Это не играет Мне кажется, это джек Странный Мне кажется, это из-за джека Еще они на 50 Ом, они очень тихие Да, вот здесь все нормально играет Блять Я купил бракованные наушники какие-то Реально, блять, одно ухо играет А может быть я вот вытаскивал и здесь не подсоединил их Ну да Все, они бракованные Блин, они не до конца водкнуты были Во Теперь в обоих ушах Легкий фон Ну это от усилителя, потому что он слегка-слегка так шубит Ну погнали Ты стучала в меня крысую Я молчала, как убитая Блять Обманули на улице даже жаром Уухууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Сука! Бляяяяяйяяяйяяяяяяяяй Сука! Дамура! хООHHHH я задыхаюсь от нежности а от твоей моей свежести Я помню все твои зрелищенки Ага-ага, пою твои мои песенки Ну почему? Блин, я сейчас заплачу Полчаса не записалось моих эмоций и всего остального Не знаю, какой-то сбой в Беске произошел И она глюкнула Я тут прыгал, наушники сравнивал, короче, до усерва Слушал разные треки Не буду я уж всего это повторять Просто скажу какие-то короткие выводы И потом на микрофон запишу звук с трех наушников И выводы сделайте сами Но повторю вот то, что не записалось Я говорил, не записалось 2500 рублей 13200 В сетилинке и 15 в ДНС 2500 13 тысяч 2500 13 тысяч АКГ за 2500 рублей Это лучшее, что можно купить до 10к Это лучшее, блядь Есть ли разница между ними? Да Это Акия Это Мерседес И та, и другая может ехать машину со скоростью 200 км в час И та, и другая одинаково едут быстро, 200 км в час Но езда на Мерседесе воспринимается совершенно иначе Обе едут комфортные, обе охуенные, обе быстрые Но одна Акия, другая Мерседес И разница познается в нюансах Особой разницы нет Мягко, тепло Или прохладно, зависит от времени года Там кондиционер, печка Быстро едет Да Приятная обивка, все комфортно Но Мерседес, это Мерседес Акия такие За неимением бабла на Мерседес Покупайте вот эту Кию Не ошибетесь, ни в коем разе Не берите вот эту Вот эту вот JBL, блядь Не берите Маршалы наушники Не покупайте вот эти Sony все MH1000XM4 Вот это Говно Я Sony слушал, мне понравились Окей Про говно, про то, что они 30 тысяч стоят Вот это говно Но Они мне понравились не так Как вот эти Sennheiser за 13 Sony за 30 тысяч Я в магазине слушал на стенде Я их одевал туда-сюда Я Все равно не могу понять За что 30 тысяч хотят В Sony Ну да, у них там Чашки на прикосновение работают Там Шумоподавление Вот это все Для музыки Вот Или вот Или вот Или вот Очень круто И очень достойно Но Всегда есть один момент Очень важный момент Источник От которого Вы слушаете музыку Понимаете Усилитель Он самый Не нужно брать Вот эти вот Аудиокарточки По 10 По 15 тысяч рублей Для того, чтобы Был хороший звук Эти карточки Даже не всегда Способны раскачать Некоторые наушники Вот наушники на 50 Ом Они могут раскачать А вот эти вот Все Фокус Райт И все остальное Могут раскачать А вот какие-нибудь Серьезные наушники Которые я вам покажу В следующий раз На 250 Ом Они не раскачают Почему Ну потому что Другие наушники На 250 Ом Они раскачивают А именно Те не раскачают Следующие наушники Будут AKG 612K PRO Я уверен Что мой ресивер С ними Справится с легкостью А вот Какую-нибудь карточку Которую вам могут Посоветовать в ДНС Или в другом магазине Или какие-нибудь чуваки Скажут Ой, да надо Аудиокарту купить Не надо Идите на Авито Покупаете усилитель Все И колонки Запитаете от него Какие угодно Вообще Обычные Пассивные И наушники Воткнете Везде охуенно Будет звучать Понимаете Не надо Покупать маленькую Аудиокарту За 15 тысяч рублей Купите здоровенный Ресивер на 15 килограмм За 7 косарей На Авито В вашем городе Их дохерище Продается разных Поищите Поинтереснее Какой-нибудь вариант И все И вы обеспечены Хорошим качеством звука Открытые наушники Обладают Более узкой сценой Чем закрытые Я такого Еще не встречал Типа ну Я знаю Что в открытых наушниках Сцена шире Ты Смотришь Как зритель Как на сцене Кто-то играет Вот такие ощущения Должны складываться В открытых наушниках Они открытые За счет того Что сетка Ты слышишь Что происходит В комнате вокруг Это закрытые наушники Они приглушают Пространство Они дают узко Должны давать Узконаправленный звук Твоя музыка Которую ты слушаешь Музыка Она играет в голове В данном случае Это не так Они имеют Очень широкую Стереопанораму Складывается ощущение Что стоишь В большом театре Блядь И видишь Что на сцене Музыканты играют У этих закрытых Наушников Сцена шире Чем вот у этих У этих преимущества И имеют Перед этими По ширине сцены Что Как 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 АКГ это делает Я не знаю Но Сенхайзеры Это уже Другая Лига Понимаете Все равно Они более Как-то сбалансированы Они Еще более Басовитые Чем АКГ Охренеть Конечно Я честно В ахуе Мне они Очень понравились Очень Несмотря на то Что у них Сцена уже А я привык К более широкой сцене Через АКГ У этих сцена уже Это минус Как бы Ну блядь Какие они Все равно То есть Я не хочу Продавать этот Мерседес Я хочу на нем Ездить Я вам так скажу Единственное Что меня смущает Это Все таки Конечно Тоненькие Пластмасски Очково Конечно Очково И хранять Точно нельзя Ну ладно Будем аккуратно С ними обращаться А теперь Я поставлю музыку Через микрофон И вы услышите Разницу в звучании Трех наушников Еще раз повторюсь Для тех Кто пишет Да как Через ютуб Можно услышать Качество Мы слушаем Не качество Звучания Мы слушаем Характер Звука В наушниках Характер Звука В наушниках Причем Громкость Будет разная На всех трех Наушниках Эти будут Самые громкие Потому что У них Сопротивление Меньше всего Ом Эти Хер его знает Эти вроде как Погромче этих Хотя у этих Сопротивление побольше Ну в общем Хер его знает Все Регулировать Что-то там прыгать Я не буду Я вот включу Как есть И вы услышите Разницу в звуке А вот так Ребят Микрофон звучит Без шумоподавления И без Плагина Вот так Он шипит Да Он вот так Звучит Без моих настроек Сказочных Фантастических Но зато Так будет Честно Без шумоподавления Без шумоподавления Без шумоподавления Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Шо тут далеко, ребят, ходить вокруг да около? Топовые наушники от всеми известного производителя Фильтры включим, чтобы все звучало великолепно и потрясающе Топовые наушники от всеми известного производителя. Разве они могут играть плохо? Нет. Хотя да, хотя да, полтора-два года назад я всем рекомендовал наушники Sennheiser HD 206. За полторы тысячи рублей они продавались в ДНСе. Так вот на тот момент они были топом среди самых-самых бюджетных наушников. Типа околомониторные Sennheiser HD 206. Но в последнее время они испортились. Китайцы стали гнать полнейшее фуфло. Вообще некачественный звук, абсолютно какой-то пластмассовый, неестественный, коробочный, противный, неприятный. Середина какая-то. Ну фу. Короче, теперь не покупайте Sennheiser HD 206. Настоящий топ AKG K52. Все. Вам больше ничего не нужно. Только AKG и хороший источник звучания. Вот это. Ну просто говно. Я не понимал в наушниках, пока не стал увлекаться, наверное, ими. Звучанием и всем остальным. Теперь я вижу, слышу разницу. Понимаю и чувствую ее. Это, конечно, топ. Звучит, конечно, потрясающе. Имея такие наушники, тебе больше ничего не надо. Не надо более дорогих. Не надо ни хрена. Крутые, охренительные наушники. Правда, я еще хочу попробовать в DNS заказать, как я уже сказал, AKG K612 Pro. Тоже, наверное, возьму их. Но, скорее всего, их я продам. Оставлю вот эти Sennheiser. С другой стороны, я не исключаю этого факта, что они могут звучать еще круче, чем Sennhe. Понимаете? Потому что вот эти за 2,5 AKG почти, ну не особо, скажем, уступают Sennheiser. А те AKG, которые стоят 12 или 13 тысяч рублей, ну если AKG за 2,5 звучат просто, блядь, потрясающе, то как должны AKG-шки звучать, которые стоят там в 5 раз дороже, да? Не знаю. Но они 100% будут не такие удобные, как вот эти. Они будут по удобству, скорее всего, даже менее удобные, чем 52-я модель. Но, в общем, это еще не точно, что я их буду брать. Но надо, по идее. Если что, я их продам, в принципе, через полгода за более дорогую сумму. Вот. Это удобно. Вот это. Это очень удобно. Это... Я так не понимаю, зачем здесь вставочки, сделанные внутри, вот, внутри самого наушника. Но это, видать, какое-то акустическое оформление, с помощью которого волны звуковые переотражаются, как-то, наверное, добавляются... Не знаю, что это за такие бугорки. Ну, вот, на подсъемке телефона вам было видно, что это за бугорки. И если кто-то понимает в этом, напишите, что это, для чего это. Какие-то акустические панели или что это. Блин. Ну, это кайф. Все. Здесь мои полномочия, говорится, все. Я пошел слушать музыку. Ну, на самом деле, я пошел варить перловку и готовиться к вечернему стриму. Вечером стрим уже буду проводить. В этих наушниках. Блин. Ну, это домашние тапки. Теперь я тоже буду так говорить, как и все вот эти вот обзорщики. Это мои домашние тапочки. Хотя я тапочки не ношу. Я в носках хожу. Сегодня постирал, кстати. Это вообще отдельное слово в удобстве. Вот серьезно. Это самые удобные наушники, которые у меня когда-то были. А у меня не так много наушников было. Если вспоминать, я могу вспомнить какие-то дешевые Defender. Здоровые такие, дешевые Defender. Были какие-то... После них у меня были хорошие. Пионеры были хорошие. Я сюда картинку вставлю, какие пионеры были. Даже и валяются, но они уже убитые совсем в хлам. Вот. После пионеров у меня были, которые я продал Бладе. Тоже картинку вставлю сюда. Говна кусок. Избавился от них, брал за полторы или за 1800. Я их покупал, продал я их за 1000 рублей. В жопу. После этих Бладей у меня, по-моему, вот эти были. Вот их тоже надо продать. Потом вот эти. Вот. Вот с этих наушников. По идее, с пионеров еще, можно сказать, звук начинался. Но я его не понимал тогда. Потому что я слушал напрямую с хуевой материнки. Тогда я еще не понимал этих пионеров. Сейчас наверняка, если бы их найти в хорошем состоянии, для коллекции можно было бы купить они. Хотя, с другой стороны, зачем, когда есть вот эти и вот эти? Вот эти я продам. Выставлю на Авито. Они в магазине сейчас 2500 стоят. Ну, за две их можно продать, я думаю, будет. Просто, ну, зачем мне теперь ЭКГ, когда вот полностью закрывают в Сенхе вообще все, что нужно. Все потребности. Их не обязательно было покупать. Сенхайзеры вот эти. Я их купил лишь для того. Хотел я их всегда, конечно. Я их очень сильно хотел. Очень сильно я их хотел. Но все-таки я купил их для того, чтобы все-таки больше сохранить деньги, так скажем. Чтобы они не сгорели в инфляции в этой. Но с этим ебучим темпом инфляции я заебался, блядь, тексты переделывать. Так что пусть остается как бы. Помните, да? Вот, сектор газа. Нет денег на что-то. Не надо ничего покупать, кроме АКГшки. Все, это прям вот мое слово. Купите, не разочаруетесь. Если вы меня купите и отхуесосите, типа, Рома, говно, блядь, твои АКГ. Значит, вы их слушали от хуевого источника. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. А вступайте в группу ВКонтакте обязательно. Потому что новые видосы, которые будут выходить, когда Ютуб заблокируют в России, а его рано или поздно заблокируют, будьте уверены. Здесь не хватает, вот в этих наушниках, сейчас, вот в этом месте, вот в этом вот. Слышите, бас наползает. Вот так вот, наползает. Вот он, вот он, вот он. Ловим его. Дело в том, что здесь не хватает суббаса. Я уверен, что после прогрева, то есть, ну, какое-то время, действительно, они прогреются, и они будут мега круто здесь отдавать по низам. Вот суббас, он появится, сто процентов. Потому что вот здесь была та же самая фигня, вот на этой песне, например. Это очень показательное место. В этом месте здесь тоже не было суббаса. Я прямо помню. Включаешь, и он здесь просто наползает, наползает, наползает. Но суббаса не было. Сейчас, если слушать эту песню в этих наушниках, здесь суббас есть. Здесь прямо лавина такая, звука, блядь, наезжает. Здесь она есть. Теперь. И здесь нету сейчас. Я уверен, что через неделю я включу этот трек, блядь, и здесь будет лавина звука наползать. Прогрев есть сто процентов, но, как я уже сказал, без изменения АЧХ. Но он есть сто процентов. Так что они прогреются, я уверен, они будут лучше звучать. Как бы там разработчики Sennheiser'ов не говорили, нашим наушникам не требуется. Прогрев для идеального звучания требуется, блядь. Потому что сейчас сабниза нет. Но он будет, я уверен. А вот тут можно тестировать свои наушники. Если у вас скачать этот трек во флаг формате, и если у вас вот здесь будет каша, выбрасывайте. Потому что одно дело привычка, когда ты просто поначалу тебе не нравится звук, а потом, ну, со временем начинает нравиться. И ты такой, ну, наверное, прогрелись. Сам себе внушил. Понимаете? А другое дело, когда ты себе не внушаешь. Другое дело, когда ты вот здесь слышишь какой-то кашеобразный звук сейчас. А через неделю ты включишь эту песню, и там уже четенько по полочкам инструменты разложены, ты слышишь, ага, ага, партия. Вот это над этим, вот это над этим, блядь. Это звучит, сука, как. А как неделю назад звучало? А каша была, понимаете? Ну, это же не самоубеждение, блядь, понимаете? Это же не самовнушение. Когда ты начинаешь слышать действительно четкое разделение инструментов, которого раньше там не было. Это же не может быть самовнушением, нет? Это значит, что прогрев, сука, есть. Но я не адепт прогрева, который орет, блядь, вот. Прогреется, будут звучать лучше. Не факт, не все звучит лучше. Но в любом случае, какие-то микроизменения в динамиках сто процентов происходят. Не каждый, наверное, все-таки динамик может прогреться. Какие-нибудь, я уверен, что какие-нибудь китайские, блядь, полиэтиленовые залупы, вы ни за что не прогреете. Типа, ну, они точно лучше звучать не будут. Какие-нибудь Edifier или микролабы вряд ли будут лучше звучать. Хотя там пищалки могут прогреться. Ну, ладно, давайте оставим эту тему. В общем, все. Я пошел готовить кашу и монтировать видеоролик. Или завтра его буду вообще монтировать, не знаю. Что-то сегодня уже лень монтировать. Сегодня хочется музыку послушать. Завтра буду монтировать. Все, ребят, всем спасибо, всем пока. Как я уже сказал, группа ВК. Долгий такой большой блок получился. Ну, несколько приемов вы посмотрите. Ну, или уже посмотрели. Ладно. Я поехал на Мерседес. В домашних тапочках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok